Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Улья, и приветствую вас на новом видеоролике, и я даже не ожидал увидеть от вас такой фидбэк, так много всяких вопросов предложить и так далее, сегодня мы разберём все. Честно, не читал, везде ответил комментарии, но старался вопросы прям максимально не читать, поэтому мне сам интересно, что вы там спросили, что у вас там интересненького. Присаживайтесь, и приятного вам просмотра. Начнём, пожалуй, с мафромана, первый вопрос, когда я спустился его. Короче, бро, тут мой вопрос. Планируешь улучшать качество, ну, понятно, опять мафроманы всякие возникают, монтаж, например, как по мне, он простенький 2000 подписчиков, типа. В целом, да, но, скорее всего, всякие обновления по контенту придут где-то примерно через год. Не спрашивайте, почему так, возможно, я опять исчезну с ютуба на некоторый период времени, может, год, может, меньше, может, больше, вот. Но, когда вернусь, я, правда, там планирую сделать прям очень хороший контент, поэтому, типа, так, вот так вот, да. Итак, следующий вопрос. Хе он Эми. Очень много вопросиков, поэтому это хорошо, это я люблю. Вопросы. Есть ли такие игры, которые планируют выйти недавно на канал, но не вышли? А, Бенди планировался, но я его не стал стимать в ФНАФ. Но он, скорее всего, выйдет в скором времени. Ну, вы поймёте, о чём я. Малыш в жёлтом я хотел. Хотел купить провозика Чарни, но не увидел от вас фидбэка то, что нужен он. Хотя, если нужен, можете написать об этом в комментариях. Планировал ещё игру The Neighborhood. Как-то The Friendly Neighborhood, что-то такое, сейчас новая игра вышла. Планировал её поснимать, но что-то я отошёл от этой идеи, потому что подумал, что вам это будет неинтересно. Вот. Ну, хотя, если вы считаете по-другому, то, в целом, можете написать об этом в комментариях. С радостью сделаю видеоролики по этим играм. Какое твоё любимое видео из твоего канала? Ну, пожалуй, у меня нет любимого видео из моего канала. Предпочитаю не смотреть свои видеоролики. Они мне не нравятся. Вот. Ну, если серьёзно говорить, то, наверное... Ну, у меня нет любимого, правда. Я все свои видеоролики стараюсь делать. А это самое запоминающее, наверное, интервью с Лексом. Взял его год назад. Это было, правда, очень тяжело с ним связаться. Но сейчас достаточно неплохо. Общаемся. Вот. Предложение. Сравнение деталей Hello Neighbor или Гартова Бонтар. Например, кому вылунки, интеллект, сюжеты персонажа. Вполне возможно, потому что такое видео будет. Спасибо. Подбор багов в какой-либо игре. Хорошо. Фан-игра по соседу. Фан-игра по соседу вроде как были. Если бамки не изменяют. Ну, окей. Окей. Следующий вопрос. Как тебе идея рассказать про фан-игры по второй части? Привет, соседы. Их отличия. Типа, какой фан-игре лучший? И визуал, график, а геймплей. Окей. Чё-то прямо очень много просят фан-игры. Ладно. Вопросики. Какое из соседа первой части считаешь лучшим? При альфа. Альфа 1, альфа 2, альфа 3, альфа 4. Полная игра. И, ну, на самом деле, лучший при альфе и альфа 1. С точки зрения того, что он реально может нас поймать. И реально такое случается. Любимая из альфа. Это 4 мая. Не спрашивайте, почему. Всё равно не поверите. Как думаешь, в следующем патче, если нам принесут новую голу, то будет ли обновленная первая? В смысле, до масляных жителей будут добавлены фишки по типу блокировки дверей и фейерверков? Возможно. Как считаешь, примерно сколько часов геймплей нам будет представлено в следующих главах? Я думаю, будет следующая глава достаточно короткая. Минут на 30. Посчитаю, думаю, так. Альф загрил правдах из-за где, что после доделки второй части начнёт разработка ремейка первой части. Ты считаешь это нужным? Как думаешь, когда, например, это смогут начать? Не считай это нужным. Лучше бы они продолжили рассказ истории новой. Ну, то есть, типа, как-то тупо возвращаться всё время в начало. Столько альф вышло, лучше бы они за это время сделали там полноценную вторую часть. И там продолжение, там начали третью часть делать. Потому что это было более полезно. Зачем делать ремейк ту историю, которую мы уже знаем? Типа, они просто решили помять картинки? Ну, прикольно. Спасибо. Как выскажете по поводу травы и спорта первой части новой делки? Химба, а не трава. Ну, тут уже, блядя, разговоры важны, надо в понедельник выкладывать. Ну, простите. Ну, вот такой вот я балбес. Сейчас выкладываю, когда хочу свои видеоролики. Нифига себе, разговор о важном ОХН надо добавить в школу. В школу вообще надо много чего добавить. Меня, например, в каждую школу. Ну, типа, вместо уроков. Чтобы я сидел там на геймплейчике, записывал. Вы такие, о, мой гад, как классно. Окей, Чемпер задает такие вопросы. Мои вопросы. Какие игры будут присутствовать, кроме соседа и бамбара? Ну, отвечал чуть выше. Планирую внедрить в свой канал индий-хоррор как можно больше. ФНАФ, не ФНАФ и так далее. Вы увидите все. Ну, то есть, прям много разных игр будет. Только эти. Эти сейчас я снимаю, потому что они вроде как заходят. Мне просто надо поддерживать аудиторию. Лояльность аудитории. Если такое сказать, можно. А в Ули, как ты думаешь, гость может быть хорошим? Может быть, что Ворен это двух легенд о городе, которые считают злым? По поводу первого, возможно. Потому что до этого момента я так не считал. Но после выхода нового момента из игры второй части, где нас Ворен спас, я считаю, что вполне возможно, что он добрый, хороший персонаж. Вот это вопрос. Почему он раньше нам помогал? Ну, ладно. Хотя, может, он пытался все время с нами связаться. Хз. По поводу легенда города, ну, типа, возможно. Если есть оккультисты, которые считают его своим символом, то да, скорее всего, да. Вопрос от моего старого доброго Джока Лукшоу. Короче, все. Сейчас как напишу тебе вопросы. Ну, давай, брат. Как дела, брат? Все хорошо, брат. Как жизнь, брат? Все хорошо, брат. Когда играть, брат, я в Индопу ищу хорошо, брат. Не, если вы не знаете, мы с Джокой записали небольшой хоррор. И если вы хотите увидеть на ресточку, то хотел сказать, подписывайтесь на мой бусте, но нет. Мы сыграли в хоррор. У меня даже геймплей вроде как остался. Здесь геймпамят не изменяет. Потому что там очень много всего интересного. Пасифи. Если хотите увидеть, напишите об этом комментариях. Вы уже на канал посмотрите. Дальше. Пройди все моды с первой страницы Steam в Hello Neighbor. Ага. И пресс начать с... ДОБРОЕ УТРИЧКА! Да? Я просто не тот ютубер, который моды проходит. Вы, типа, не мне это пишите. Там есть другой Лешка, который занимается модами по соседу. Просто это не мой конек. Если я прохожу какие-то моды, то это происходит редко и случайно. Ну, потому что на стримах просят, допустим. Но у меня основная тематика канала не на это направлена. Короче, когда ты на стримах играть будешь в мобильные игры... Бро, ну, типа... Конечно, я записал Roblox. Мне написали, фу, кринж, не снимай больше. Ты меня в мобильные игры попросишь снимать. Меня аж яйцами закидают. Или двухлыми помидорами. Ну, типа, одно из двух. Дальше меня спрашивают. Лупо, я хотел спросить. Вот, если подписчик посоветует тебе какой-то хоррор, и тебе понравится. Этот хоррор ты будешь делать по нему видео? Я для этого и прошел вас посоветовать мне какие-то хорроры. Ну, типа, не просто так. Не чтобы сам поиграть. Да, я для видео и прошел. Но, типа, если какой-то хоррор будет интересный, который можно снять, который можно разобрать, покупаться в сюжете и так далее, то... Да, конечно. Сделал видео про Майнкрафт-версию Better Than Adventure. Если эта версия неофициальна, а эта версия нет Матшанг. Посмотрим. Ну, и ластовые комментарии. И сегодня понедельник, плюс гимн. И вообще, сегодня лето. Высоциательный знак. Разговоры важно проводить в школе с гимном. Всякий там... Ага. Плюс это первый урок. Мм. Конечно. Верю. Ну, вот такой вот получился видеоролик. Я сегодня слишком эмоциональный, если вы видите. Сегодня все классно. Возможно, в скором времени, возможно, завтра уже будет стримчик, поэтому... Да. Спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был я, Вули. Всем удачи и хорошего настроения. Всем как бы пока.